Привет! Сейчас я расскажу, как вставить интерактивную карту из Яндекса. Итак, для начала давайте мы создадим нашу карту, которую мы будем вставлять на сайт. Для этого мы переходим к карту на сайте. Вот, и выбираем конструктор карт. Тут Яндекс нам предлагает немного поколдовать. Нажимаем создать новую карту. И давайте выберем то место, где мы и будем вставлять на наш сайт. К примеру, это будет Нижний Новгород, Кремль. О, классное место я придумал. Нажимаем Найти. Тут можно, в принципе, поколдовать, что-то изменить. Вот так вот будет выглядеть наша карта. Маленько. Изменим масштаб. Давайте ее назовем Кремль в Нижнем Новгороде. Нажимаем Сохранить карту и получить ссылку. Так, Яндекс предлагает нам выбрать какой-то размер, хотя мы сделаем его адаптивным. То есть мы будем растягивать нашу карту по ширине дисплея, экрана, на котором будет просматриваться наш сайт. Так, пускай это будет вот пока такие размеры. Мы копируем вот этот HTML-код. И дальше заходим в админ панель нашего блога. И переходим в менеджер материалов. Выбираем ту статью, в которую мы будем вставлять карту. При помощи очень-очень полезного модуля. Итак, смотрите, как это делается. Так, вот здесь мы нажимаем Код. Так, подождите. Так, Код будет у нас в самом низу. Пускай он будет под картинкой. И так, вот сюда. Хотя нет. Лучше мы вставим скрипт, где у нас написан скрипт. То есть вот сюда. И здесь есть размер нашей карты. То есть мы видим Whites 856 пикселей. Эту цифру мы меняем на 100%. Что позволит растягивать нашу карту на полную катушку. Так, давайте вставим это дело. Хотя этот скрипт мы могли вставить и вот сюда. От этого бы ничего не изменилось. Так, давайте удалим все лишнее, все ненужное. Так, теперь мы это дело сохраним и проверим, что же у нас в итоге получилось. Итак, смотрим. Оп, появилась наша карта. И как видим, она у нас в пределах разметки нашей страницы. То есть видим, да, меню здесь заканчивается и здесь же заканчивается наша карта. Эта карта будет отображаться только в этой статье. Если мы хотим карту поставить в какую-то вкладку, например, сделать здесь контакты и чтобы только там была наша карта. и причем без всяких статей непосредственно только в модуле. Что для этого надо сделать? Нам необходим тот же самый код. Так, статью мы закрываем. Тот же самый код мы будем вставлять в модуль, который мы сейчас и создадим. Итак, мы перешли расширение менеджер модулей и создаем новый модуль. Так, выбор типа модуля HTML код. Так, давайте назовем этот модуль карта. Карта NN. Нет, наверное, не надо. Карта как проехать. Заголовок мы будем показывать. пускай все знают, что это карта как проехать. Так, сюда мы вставим код нашей карты. Вместо всех вот этих непонятных аббревиатур мы вставили код. Итак, доступ мы оставляем публичный, чтобы все могли его увидеть. пускай если мы хотим показывать на только нужных нам страницах, нам необходимо перейти привязка к пунктам меню. То есть только на указанных страницах. Итак, давайте мы уберем галочку с уроков оставим только на главной. нажимаем сохранить и переходим на главную страницу. Так, что-то у нас пошло не так. Что же это может быть? Так, попробуем этот модуль, этот скрипт. Здесь мы все удаляем. Нажимаем toggle edit и вставляем наш скрипт сюда. Сохраняем. Обновляем. И опять ничего. Что же мы забыли? Мы забыли указать место на сайте для нашего модуля. Позиция очень важный пункт. Как видим, без него ничего не работает. Итак, выбираем название нашего шаблона. и позиция у нас будет footer, то есть самый низ нашего блога. Нажимаем сохранить, обновляем еще раз и видим, что здесь у нас появляется карта. Карта, но она у нас не растянута, как она была растянута в статье. Еще раз вам напомню, где написано ширина мы меняем на 100%. Сохраняем, обновляем и как видим, у нас добавилась еще одна карта во всю ширину нашего блога. Итак, если остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!